МТЗ-80 Друзья, всем привет! Сегодня Сегодня второй день Второй день ремонта МТЗ-80 Разбортовал колесо Показал, вот я Еще раз напоминаю, что там Три сквозные дыры Задней покрышки Поэтому я принял решение съездить И купить новую покрышку Заднюю покрышку Для трактора МТЗ-80 Почему я не стал Не хочу подкладывать прокладку туда Ставить шубу Так называемую, у всех это по-разному Кто-то называет шуба У нас это называется шуба Кто-то прокладку, ну закрыть, чтобы не прошеркивало Много лет назад Когда собрали трактор МТЗ-50 Запустили его, стали работать на нем И тоже покрышек не было Покрышек не было И Да и на этом так же тракторе Когда мы его тоже купили На нем тоже были пробитые колеса Ну как бы они стояли Поездишь чуть-чуть там Недельки две-три Заднее колесо Задние колеса были пробиты И резина прошеркивала Ставили прокладку Резина толстая И короче То ее прокладку сорвет с места Пробовали приклеивать Пробовали на болты ставить Ну одним словом Дольше месяца это все не ходило В итоге потом Купили в городе В городе отец съездил Зимой поехал Купил там с предпринимателями И привез с города два таких колеса Вот они стоят Это наверное больше 15 Может быть 20 лет прошло уже Я точно скажу Не скажу сколько лет прошло Но это не так актуально Сейчас эта резина Как говорится Пришла в негодность Стала лопаться Ну короче там Три дыры Оно лопнуло И прошеркало колесо Эту камеру И все Это колесо с этой стороны целое Пока стоит Но уже Тоже есть Трещины Трещины тоже есть Здесь потрескалось По протектору И боковины Потрескались Поэтому Поэтому я говорю Ну что Трактор всегда надо Мало ли Много ли Но За 15-20 лет В принципе Заменить колеса Ну это не так уж Может быть Сказать Может быть Это так накладно Но если так Каждый год Откладывать по тысяче В какую-то копилку На резину По тысяче Откладывать С того что он заработал С того что он делал То это в принципе Как-то незаметно Так сильно Если же конечно Сразу эти деньги Там Купить одно колесо Там или два сразу колеса То это заметно Ощутимо Для любого Семейного Или деревенского Бюджета Вот так Сейчас я Короче Зацепил прицеп Съездил Нуранцева Купил колесо Колесо с камерой Сейчас пойдем Посмотрим Что Что это из себя Представляет Колесо Колесо Короче Приехали В Муранцево Я говорю У вас колеса есть? Зашли в магазин Енисей сервис Да Говорят Есть Посмотрели По компьютеру Есть такое Колесо Колесо Камерой Колесо С камерой Производитель Валтура Зимой Я как-то Показывал Делал ролик И говорил Ну Короче В интернете Среди блогеров Деревенских Тракторных Все Ну не все Там большинство Говорили Что Валтура Не очень качественная Марка резины Лопается Боковины Ну в негодность Короче Качество Вроде как Говеное Не знаю Посмотрим Будет это Наш эксперимент Сколько Будет оно Ходить Как Полопается Какая Нагрузка Будет Валтура Марка Колесо Так Стоит Оно С камерой С камерой Отдал я За 15900 Рублей Короче 16 Косарей Без Стольника Без 100 Рублей Погрузили Привезли Сейчас Буду Выгружать Выгружать Стоял Оно Под открытым Небом Так что Там Натекла Вода В этом Покрышке Вытащим Камеру Сдуем Ее Вытащим Помоем Внутри И будем Устанавливать На наш Продолжение следует Продолжение следует Колесо Колесо Закатил Я сюда Камеру Уже Вытащил Здесь Была Немножко Воды Ставя В колесе Я Это Все Отлил Вода Стояла Потому что Еще раз Повторюсь Колесо Хранилось На улице Не под Навесом Просто Видать Дожди Шли Набежало Это Все Вытер Это Все Вытер Привет Вот Она Камера Открутил Пусть Сохнет Открутил Сдул Ее Сколько Можно Было Ну Не Совсем Сколько Можно Было Короче Лежит Сохнет Вот Такая Камера Камера Новая С Кольцом Была Еще Как От Надпись Вот Даже Что Тут За Надпись То Ли Тройка То Ли Видать Видно Не Знаю Что Надпись Стояла Так Что Так Сейчас Надо Снять Освободить Эту Покрышку Вот Уже Начал Снимать Но Начал Снимать И Остановился Потому Что Хочу Вам Показать Мое Видео Возможно Будет Полезно Для Каких То Молодых Людей Которые Неопытные И С Трактором С Техникой Только 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 Так Короче Заламываем Один Край И Вытаскиваем Начинаем Вытаскивать Сюда Это Ну Руками Так Чтобы Освободить Отделить Старую Покрышку От Диска Так Что Сейчас Одену Одену Эти Перчатки И Продолжим Буду Вам Все Показывать Проворачиваю Колесо Освобождать Видите Как Освобождается Очень Хорошо Вот Такой Инструмент Берем И Очищаемся Это Все Знают Без Этого Надо Сейчас Одеть Этот Край Один Внутренний Край Одеть На Диск Одеть Конечно Можно Было Двумя Человеками Один Тут С одной Страны Другой Раз Подставили Раз Одели Сейчас Я буду Делать Это Во Дне Руки Что Для Этого Понадобится Для Этого Понадобится Приподнять Ее И Как Туда Это Заправить Подложим Такие Доски И Наеем И Будет Повыше И Будет Хорошо Закатываться За Колесо На Доске Ну Вот Так Вот Сейчас Покажу Вам Как Все Профиль Этот Оделся До Половины Колеса Сейчас Буду Одевать До Конца Буду Прокручивать Колесо Разблокирую Буду Проворачивать И Ставить Скорость Разблокирована Постепенно Проворачиваем И Надеваем Вот Так Опа Можно Убрать Уже Доски Доски Убираем Они Уже Не Нужны Проворачиваем Постепенно И Вот Все Ставилось Все Это Стоит Один Прокручиваем Теперь Когда Стоит Одета Покрышка Теперь Можно Вытираем Весь Мусор Который Напатал Возможно В это Пространство Берем Камеру Сдуваем Ее Максимально Вставляем Камеру Сначала Вставляем На камере Сосок В дырку Здесь Фиксируем Это Колпачком Не колпачком Этим Колокольчиком И одеваем Всю остальную Часть Оставшуюся Так что Ничего сложного Смотрите Все Это Дело Камеру Вставил Это Все Здесь Наверху Сейчас Проворачиваю Диск Сюда Вниз Чтобы Сосок Здесь Стоял И Все Это Дело Фиксирую Правильно Закручиваем Колокольчик Все Камеру Распределяем Правильно Здесь Следим Чтобы Она Нормально Садилась Сейчас Будем Бортовать Колесо И Сосок Ставим Где-нибудь Сбоку Чтобы Ну Короче Не повредить Собор Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас чуть-чуть нужно провернуть Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok